Новосибирские новости В Новосибирск вновь пришел снежный фронт. По прогнозам синоптиков осадки будут идти до конца недели. На борьбу с последствиями снегопадов дорожные службы выводят дополнительную технику, привлекают подрядчиков. Главные магистрали и второстепенные улицы очищают в круглосуточном режиме. Подробности об уборке в Кировском районе у Анны Буяновой. Андрей Талалов в дорожной службе уже два года. К тяжелой работе и плавающему графику привык давно. Привык и к ответственности. Именно от его труда зависит чистота улиц. Когда в день, когда в ночь. На какие объекты в день только выходим, на какие в ночь. Где как удобнее убирать. Уборку снега с городских улиц новосибирские дорожники ведут неустанно и постоянно. Центральные и второстепенные магистрали расчищают ночью. Тогда же идет уборка остановок и тротуаров. Все должно быть готово к 8 утра. Днем же дорожники отправляются на уборку внутриквартальных проездов у жилых домов. Почему делаем днем? Потому что в ночное время все заставлено с автотранспортом жителей. Работаем на таких участках совместно с управляющими компаниями и товарищами собственников жилья. Срываем, скалываем снег с дороги и парковки. Складируем его, кучкуем. А осуществлять непосредственно вывоз будем в ночное время. О плановой уборке снега новосибирцев предупреждают заранее. Просят убрать автомобили с прилегающих территорий. Но не все, оказывается, прислушиваются к просьбам. Их предупреждают за два дня, что будет уборка территории. Потом приходится выходить раньше и распинывать их, чтобы они убирали. Половину не убирают, а потом жалуются, что территория плохо убрана. Качество уборки снега в Новосибирске контролируют представители городской и районных администраций. На плохую работу обслуживающих организаций во дворах можно пожаловаться в жилищную инспекцию. Недобросовестным подрядчикам грозят штрафы. Если работа ведется в плановом режиме, то составляется план задания. Это МКУ Кировская. И контролируется по истечению рабочего времени. Если есть какие-то недочеты, составляем акты. Ну, подрядчики наказываем рублем. Обильные снегопады в Новосибирске обещают синоптики продляться до конца недели. О местах, где дорожные службы не справляются со своими обязанностями, новосибирцев просят сообщать по телефону единой диспетчерской службы 051. После такого обращения проблему должны устранить в течение суток. Анна Буянова, Олег Мощевидин. Новосибирские новости. Почему снег нельзя убрать за один день? Ноябрь 2018-го выдался самым снежным за последние три года. При норме в 37 мм в Новосибирске выпало 61 мм осадков. К концу ноября вывезли больше 167 тысяч кубометров снега. Ежесуточно на работу выходят 50 самосвалов. Один самосвал вывозит 10 кубометров снега. Для уборки тротуаров в ДЭО есть 60 единиц техники. Во время обильных снегопадов или по просьбе ГИБДД эту технику выводят на уборку дорог. Поэтому тротуары очищают в последнюю очередь. Парк спецтехники устарел. В Екатеринбурге самые старые машины 2012 года выпуска. В Новосибирске – 89 года выпуска. Чтобы обновлять парк на 50 машин ежегодно, нужно 400-500 миллионов рублей. Дорожные службы укомплектованы кадрами на 70-80%. Основная причина – невысокие зарплаты. Они в Новосибирске в три раза ниже, чем в Екатеринбурге. Годовой бюджет содержания уличной дорожной сети – 1 миллиард 400 миллионов рублей. Реальная потребность – 12 миллиардов рублей в год. Сейчас в Новосибирске пересматривают тариф на содержание дорог и зимнюю уборку. Из расчета затрат на один квадратный метр. Главный каток Новосибирска открыли в Центральном парке. В прошлом году его оборудовали здесь же и теперь, обещают в мэрии, это станет традицией. По оценкам экспертов, на этой площадке лучше лед в городе. Что еще здесь приготовили для посетителей, расскажет Екатерина Макаркина. Четыре тысячи квадратных метров льда, свет и музыка. Тежедневная развлекательная программа. Бесплатный вход. В Центральном парке открылся главный каток Новосибирска. На церемонии открытия выступают профессионалы, салют и праздничная атмосфера. Главный каток города в Центральном парке делают второй год подряд. Я считаю, что это очень хорошо, что настала такая традиция. Второй год подряд мы открываем городской бесплатный каток в нашем Центральном парке. Посмотрите, как здесь красиво. Посмотрите, сколько горожан пришло сегодня сюда на открытие. Вокруг катка, пункты обогрева и проката, работают кафе и мастерская по заточке коньков. Все, чтобы сделать вечер на льду максимально комфортным. И первые посетители довольны. Мы, скажем так, любим с мужем спорт и с удовольствием пришли на открытие, потому что надеемся, что это вообще будет празднично и ярко. Побольше будет таких мест в Сибири. Елка очень красивая, песни новогодние, огоньки, гирлянды, все здорово. Вот сейчас прям, честно скажу, дам интервью, я возьму коньки и просто поеду покатаюсь в удовольствие. Потому что вечером после работы, мне кажется, нужно проводить временно именно на нашем катке в Центральном парке. Потрясающее настроение. Но главное достоинство этой площадки – сам лед. Его заливали профессионалы и сцепление коньков с поверхностью – идеальное. Он большой, много людей поместится. Катается хорошо, нету всяких кочек. Он лучше, чем в ЛДС Сибирь. Чем лучше? Лед лучше. Для тех, кому скучно кататься просто по кругу, Центральный парк предлагает траектории, повторяющие его тропинки. Посетители здесь ждут каждый день. Вход со своими коньками бесплатный, прокат – 150 рублей со взрослого и 100 с ребенка. Здесь же вечерние программы с популярными диджеями. Екатерина Макаркина, Олег Мощевитин, Новосибирские новости. Новый так называемый «умный офис» открыл «Энергосбыт» в центре города. Обещают, что здесь заплатить за электроэнергию можно будет без очереди. Новое помещение для обслуживания клиентов оборудовали по адресу Некрасова, 54. Здесь посетители смогут оплатить счета, заключить договор и получить консультацию специалистов. В зоне самообслуживания потребители могут экономить время, самостоятельно вбивать показания счетчика и платить за коммунальные услуги. И работать с сайтом «Энергосбыта». Самый распространенный вопрос у клиента, который возникает, с которым они обращаются как в офис, как в контактный центр, а на сайт, это вопрос о причинах возникновения задолженности или сложившихся начислений. Клиент задает вопрос, ну почему столько начисли? Это нормальный вопрос. Соответственно, мы показываем клиенту, каким образом с помощью личного кабинета можно это посмотреть, разобраться. Лечить ожирение у мужчин и женщин нужно по-разному. К такому выводу пришли и новосибирские ученые. Сотрудники Института цитологии и генетики тестируют предполагаемое средство для похудения на мышах разного пола. Самки и самцы реагируют на одно и то же лечение, а не одинаково. Подробности у Анны Братушкиной. 25 граммов весит здоровая взрослая мышь. Грызун с ожирением на 10 граммов больше. Похудеть этим зверькам может помочь гормон FGF-21. Он позволяет организму быстрее расходовать энергию, а значит и быстрее терять лишний вес. Сейчас новосибирские ученые тестируют препарат на мышах обоих полов. Самки и самцы по-разному реагируют на такое лечение. Ученые работают с двумя линиями мышей. Мыши с желтой шерстью генетически предрасположены к ожирению. Мыши с черной, кроме обычного корма, еще питаются жирной и сладкой пищей. Это сало, семечки и печенье. У самцов с предрасположенностью к ожирению после ввода гормона нормализуются многие функции организма. Стал ниже уровень инсулина и жирных кислот. У самок показатели прежние. Однако и мальчикам, и девочкам FGF-21 помогает сбросить вес. Такое лекарство может стать настоящим спасением для тех, кому не помогают похудеть обычные медикаменты. Казалось бы, меньше ешь и больше двигайся. Это вот такие простые рецепты. Но, к сожалению, у людей с ожирением регуляция метаболизма жирового и углеводного настолько уже изменена. У них настолько больше аппетит, у них настолько больше потребность в насыщении. Поэтому эти все простые рекомендации не работают. Для самок лишний вес – эволюционно привычное состояние. Это связано с тем, что во время беременности организм набирает килограммы. А вот у мужчин лишний вес вызывает только неприятные последствия. Поэтому при разработке лекарства важно учитывать полпациента. На самом деле жир по-разному откладывается. То есть, если мы говорим про самцов, то у них чаще абдоминальное ожирение, то есть за счет внутренностного жира. Если мы говорим про самок, то это большая доля подкожного жира. Есть индивидуальные особенности. То есть, есть животные, которые даже при сладкожирной пище они не набирают вес. Но, соответственно, таких животных – это уже отдельная тема для исследования. Сейчас ученым важно понять, как именно половые гормоны влияют на похудение у самок и самцов. Тогда можно будет рассчитать дозу потенциального лекарства и понять, как долго нужно его принимать. Анна Братушкина и Дмитрий Кабанов. Новосибирские новости. 125-летие Новосибирска. Масштабное озеленение районных скверов. Благоустройство двух сотен дворов. Сегодня подвели итоги работы ветеранских организаций. Один из основных проектов – эстафета патриотизма поколений. Патриотическая акция продлится до юбилея Победы. Более пяти тысяч мероприятий проведено, а вот охват новосибирцев, ну, наверное, там уже за сотню тысяч. То есть, вот такие масштабные мероприятия проводятся. Кроме того, ветераны ставят вопросы непосредственно лекарственного обеспечения, социальной помощи. Попавшим в сложное положение, будь то ветераны или инвалиды. Поддержку продолжат оказывать ветеранам Великой Отечественной войны и других боевых действий. Активно займутся и благоустройством общественных пространств, не только в районах, но и скверму Монумента Славы. Проект важный, ведь через пару лет в стране будут отмечать 75-летие Победы над фашизмом. Благоустройство Монумента Славы выбрали сами новосибирцы во время рейтингового голосования весной этого года. Большинство в разных районах, со всех районов, голосовало за то, чтобы реконструировать Монумент Славы. Это правильно, потому что обветшал несколько, а патриотическая работа без этого монумента невозможна. Поэтому первый вопрос, на который мы отвечали и в котором будем участвовать, это реконструкция Монумента Славы. Узнать, где воевал дед или прадед, смогут школьники и студенты. В НГТУ стартовал проект «Вечно живые». Участников научат, как найти информацию о солдатах Великой Отечественной и своей семьи. И объяснят военные термины середины прошлого века. Первое занятие прошло сегодня. Что изучали, расскажет Александр Сульдин. Почувствовать себя исследователем, узнать все о боевом пути деда или прадеда. Для этого сейчас не обязательно делать многочисленные запросы в архивы или ехать на места боев. Достаточно просто зайти в интернет, грамотно провести поиск и разобраться в военных терминах и сокращениях 40-х годов прошлого века. Всего этому научат здесь 425-й аудитории 1-го корпуса Новосибирского государственного технического университета. Это база данных память народа РУ. Она сформирована с помощью Министерства обороны Российской Федерации и в открытом доступе там все документы находятся. Когда вы начнете изучать историю Михаила Петровича, вашего родственника, вы узнаете кусочек истории Великой Отечественной войны. Если он воевал определенным оружием, ну допустим, противотанковое оружие Дегтярева, вы узнаете, что его носили всегда вдвоем. Значит, у него был напарник. Желающих почти сотня. Количество мест ограничено. Записывались по телефону и в соцсетях. В компьютерном классе были десятка счастливчиков, которым повезло открывать проект «Вечно живые». Среди них студентка Александра Охотникова. Я хотела бы узнать про своего прадедушку, потому что все равно уже время, много прошло, бабушка забывает. И сложно, конечно, это каждый раз оставлять в памяти, а когда это будет в бумажном виде, это можно будет видеть лично, это можно будет передать своим детям, мамкам. Это тема сегодняшнего урока. Занятие длится два часа. Всего проведут восемь таких семинаров по одному в неделю. В итоге каждый участник сможет создать вот такую справку о солдате Победы из своей семьи. Вдаваясь в детали, можно очень многое понять о войне. И на самом деле, на мой взгляд, это единственный путь сохранить историческую память о войне, когда эту память носят в себе живые конкретные люди. Такой курс уже проводили в Советском районе пару лет назад. Тогда из таких справок сделали вот этот вот альбом семейных фронтовых историй. Сейчас к проекту подключился музей Новосибирска. Материалы, которые соберут эти ребята, пополнят электронный мемориал славы новосибирцев. Александр Сульдин, Данил Смирнов, Новосибирские новости. Крупнейший вуз Новосибирска отпраздновал свой юбилей. Сегодня Сибирский университет телекоммуникации и информатики, или, как его называли раньше, институт связи, отметил свое 65-летие. В этом году университет успешно прошел аккредитацию и подтвердил свою лицензию на обучение студентов на ближайшие пять лет. С выпускниками вуза познакомилась Александра Медведенко. Анатолий Иванович называет себя динозавром. Однокурсников его года выпуска почти не осталось. Сегодня он пришел на празднование юбилея своего института в качестве профессора. Очень поменялось все, конечно. И обстановка в стране международная, и, соответственно, и в университете. Но мы все равно держим марку, все равно стараемся, чтобы наши специалисты были на высшем уровне для науки, для промышленности, для обороны. Да и звание институт сменил. Но качество образования, которое дают здесь будущим связистам, по-прежнему на высоком уровне. Это уникальный университет. Мы всегда гордимся, например, единственное в Сибири военная кафедра, военный учебный центр. Уникальный набор профессий, телекоммуникации. Это всегда самые передовые технологии. Выпускники строят будущее. За 65 лет 55 тысяч выпускников, преподаватели, академики и генералы. Многие из них занимают руководящие должности на разных уровнях власти. Находчивые. Они умеют находить выход из любой ситуации, любой технической ситуации. Например, наладить, ремонтировать аппаратуру. Совершенно могут построить невероятные коммуникации, настроить Wi-Fi, соединить людей, соответственно, продолжать общение и радовать людей. Соответственно, все коммуникации, все мессенджеры, они все держатся благодаря нам, связистам. Кто-то уже добился успеха, а кто-то только начинает строить карьеру. Но каждый благодарен своей «Альмаматор» за знания и за яркие студенческие годы. Александра Медведенко, Евгений Макаров. Новосибирские новости. Быть в курсе последних событий поможет радио «Городская волна» частота 101,4 FM. А на сайте NSK News Info вы узнаете о том, какими растениями можно заменить новогоднюю ель в квартире. На этом наш выпуск завершен. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова